Сверху. Давай. Короче, герой, у которого очень крутой аганим, которого корейцы любили в МИД брать. Герокоптер. Фантом Ланцер. Просто Фантом Ланцер. Назвал героя с очень хорошим аганимом. Просто Фантом Ланцер. Чего, у него крутой аганим. Тебе не нравится? Может, Фантом Ланцер? На уровне герокоптера же. У герокоптера крутой аганим. Где-то на один из десяти. Может быть, даже чуть меньше. Ладно, герокоптера помойный. Один из самых помойных аганим. Ладно, я не угадался. Фантом Ланцер все равно еще не лечит. Нет, еще нету героя, который как бы будет под котла. Ради чего, собственно, мы вообще брали. Я не уверен, что его взяли вообще ради вижена. Скорее всего, будет какой-то там. Миран на мидл ставит. Герой с эскейпом. Как раз таки, чтобы Фантом не заходил. Пытался. Но! Сеточка. Рут эффект. Все дела. Но он не будет в МИД ходить. Он будет просто бегать и бить лица андерлорда. И ловить арт-спирита. С вами бежит тролль, ты не устреляешь стрелой. Надо дальше ЕГЭ добрать. Бежит тролль, вы бежите слога кидать тассету. Ребятки, ребятки, это же абсолютно очевидно. Подходит к тебе, что он спирит убивает. Абсолютно очевидно. Сейчас будет венжфул спирит для ЕГЭ. На! Ну, они играют в МИД. Они же играют скор венгой, а уже есть луна. В МИД! Время плавленных сырков. Время плавленных сырков. Я шучу, я просто думаю, как бы у них чем луна ШД, чем еще можно улучшить свой пуш-потенциал в начале. С штормом. 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 Шторм. Спирит, который, да? Шторм, спирит. Не, по-хорошему, когда в Тендерлорд есть, тебе нужен герой, который будет давать какой-то магический прокаст, потому что иначе ты заколебешься просто кого-то убивать, поэтому появится хвопа. Ну, тут понятно. Что оно мне показывает, штормом? Слушай, а в сложную для юниверса что, опять Enigma получится или что? Сложная Enigma. Можно. Просто Яга сейчас забанит Phantom Lacer, а я этим выиграет игру. Знаешь, что, правда, фишка Enigma, знаешь, в чем? То, что Underlord у OG, DarkServe Bunny, и нужен герой, который будет собирать Мекку, Ла-Ла-Ла, чтобы он выходил в Аганим. И это вот что-то из серии Enigma будет. Ну, то есть, остается один герой. Лишь, а там сбивать-то нечем пока. Все верно. Black Hole. Забанили Никс Ассасина. На основном, я должен герой, который будет идти вперед, может быть Tidehunter. У кого? У EG? Может быть, просто иллюзия Shadow Yaman'a будут идти вперед и ломать все. Но это работает, когда ты нападаешь на базу, например. А если вот где-то идешь в лесу, и появляется противник, Tidehunter идет первый. Мне больше интересен керирующий герой ООДЖИ. Прям очень интересно. И в сложную, да? И в сложную. И по-быстрому. Пойду на рекорд, ребят. 0,9 было, будет больше. Ну, ща будет бан последний. Прям очень интересно, зачем этот Kotel. Kotel брался неспроста, Kotel брался для чего-то. Подумали об этом. Подумали, подумали. Ладно, раз у нас получилось. Поверяется лучший герой на свете. Ланцер, Ланцер, Вилат прав. Фантом Ланцер. Он здесь умрет об любого. Ну, не, просто это будет Фантом Ланцер и все. Мне кажется, даже Фантом Ланцер будет чуть-чуть сочнее. Я передумал, что это будет Фантом Ланцер. Это будет антимаг. А Kotel зачем? Просто Kotel антимаг. Блин, блин. Нормально. И еще потом на 25-м минус 2 секунды. С актарином. А может... Блин, давай какой-то милишный крутой кэрри. Давай. Вместо шлак. Понятненько. Понятненько, что ничего не понятненько, скажем так. Пику и ЕГЭ опять-таки завязаны на том, чтобы идти толкать, навязывать траку и драться. Пиклджи навязан немножечко не на том. На том, чтобы ждать, пока ЕГЭ придут и не давать им себя убить. Отвечать с помощью Underlord и Сларка. В общем, 1-1. Третья из пяти карт Гранд Финала начинается прямо сейчас. Никуда не уходите. Ночь только начинается. Слава нашим комментаторам. А Шторм и адекватно по-прежнему комментируют эту игру. Три из пяти. Так много обещающих, конечно, было сказано. Спасибо большое, Виталий. Мы действительно врываемся на третью карту противостояния OG Evil Geniuses. Гранд Финал. Давайте смотреть, кто вырвется вперед в этой серии. И драфты действительно интересные. Опять-таки, один уточняющий момент. Кентавр не проигрывает в этом турнире. Да, но на самом деле, я так понимаю, многие герои у нас имеют хорошие винрейты. Но вот может быть даже не один Кентавр имеет стопроцентный винрейт. И Нигма, по-моему, имеет стопроцентный винрейт. Она еще не проигрывала. Но, тем не менее, факт остается фактом. Опять у нас в Ill Geniuses идут давить. Опять они забирают свою пуш-стратегию. Они показывали уже что-то подобное с Вингой. Здесь Луна. Ну, в принципе, мы понимаем, что плюс-минус то же самое. Слушай, у тебя с никнеймами все в порядке? Да, без турнирного билета стартовала третья карта. Поэтому никнеймы игроков были изменены. Мы-то знаем, кто на ком играет. Ну, например, Тоши. Это, понятное дело, Флайк. Опитанкоматы на Котли. Сво понятно, что это Андерлорд. Вот, ну, здесь ясно, что Carnage это Крид. Вот, что игрок с ником UNIVIASE это, собственно говоря, Universe, я полагаю. Вот, остальными, конечно, будет сложнее. Но мы это, по ходу дела, сейчас разберемся. А вот T++ играет на Чене. Давайте вообще с состава ЕГЭ, наверное, да, начнем. То есть вот Крид взял себе Shadow Demon. Универс, понятное дело, Китавр в офлэйн. В миде будет играть у нас Сумаил с ником Rhythm Non-Blues. R&B. R&B, так точно. Зайц играет на Китавре. Ну и остается у нас Артизи на фармящей луне. С никнеймом Never Give a Fuck. Never Give a Fuck. Ну, а почему бы и нет? В принципе, игра Evil Geniuses именно это и показывает. То, что им все равно, какие там задержки, не задержки. И они продолжают нагибать соперника. Ну, вернее, даже сказать, они взяли такой реванш своеобразный за первую карту. Опять они взяли свой вот этот вот подпуш-пик, который мы уже не раз видели. А OG будут как-то пытаться обороняться. И, в общем-то, у них совершенно не подпуш-пик, скорее. Скорее, какой-то масс-маг урон, контроль карты. Ну, знаешь, обороняться, имея Keeper of the Light, своим иллюминатором, довольно просто. Это, конечно, плюс Мирана, который впоследствии уформит Сеганин. Что, я думаю, будет чем ответить. Довольно забавный момент с самого начала. И ребята из Зигаст отправили луну, вместе с этого демона, на верхнюю линию. Тем самым, освободив легкую линию для Юниверса. Здесь довольно серьезное противостояние двух фластиков будет. Здесь будет стоять СВО на Андерлорде и Юниверс краски на Кентавре. Как они будут взаимодействовать друг с другом, конечно, большой вопрос. Но то, что убить друг друга, я думаю, вряд ли получится. Ну, сильный такой соло-ленер Андерлорд. И на это сделана ставка, я думаю. С другой стороны, Кентавр тоже довольно прочный парень. Ну, здесь, я думаю, из соображений тех, что вот Сларк хочется в начальном этапе поднапречь. Ребятам из ЕГЭ именно поэтому поставлены луны и шатуд демон. Довольно серьезная табла. Понятное дело, что Коттл особо сильно помочь не может Сларку. Ну, а второго суппорта просто-напросто пока нет. Он спирит на Роминге, вот это в центре, обитает. Ну, да. И Сларка действительно удается поднапрячь. Луна загоняет его под вышку. Флай вряд ли чем-то может прям эффективно помочь. Плюс ко всему еще и Чен, который выгодно занимает позицию. Он может выходить как в одну, так и в другую сторону. Нападает. Нападает, мы видим, Зайк. Джарелсон. Он тут получено сваливает. Здесь пытается у нас Сана с помощью прыжка уйти от даггера. Ну, или просто поближе к вышке. Ну, невозможно это в этом патче. Все сплы, которые летят в Мирану, они прилетают после Липа. Лип теперь не спасает. Да, остаются тут с минимальным запасом здоровья. Что ИСФО, что Юниверс. Но вроде пока оба живут. Будьте внимательны, смотрите, за этой линией. Но пока сверху есть определенные проблемы, судя по всему, у Сларка. Сларк пытается отступить. Судя по всему, он просто добивает с собой Крит. И, конечно же, все люди, которые образовались после Disruption, осуществляя при этом First Blood. Отличная игра. Но вот то самое напряжение, которое висело над Сларком, оно в итоге аккумулировалось и преобразовалось в осуществленное убийство. И 1-0 ЕГЭ начинают ввести. Да, снизу Юниверс неплохо так размял С4 сейчас. И еще есть у него Double Edge, но он не заберет С4, поэтому не очень хочет кастовать. Опасно. Если зазевается много Питворд, конечно, то можно получить самый Double Edge. В основном, просто пакет. Надо подрегениться. Подрегениваются игроки ЕГЭ и отправляются опять-таки наверх. С Ларком нужно продолжать заниматься с тобой Магдина. Эпспирит залетает. Будет помощь. Неплохо залетел. Отправлять подальше Луну. Есть Disruption. Тут же Китауэр подстанет после Disruption. Тупим на развороте. Большие проблемы Джеракс пока просто отступает с минимальным запасом здоровья. Есть Eliminate. Ответит Keeper of the Light. И на этом активность стороны ЕГЭ прекратилась. Могли забрать Эрспирита, но немножечко несвоевременно среагировали. Эрспирит выпил на базе вообще все колодцы, которые можно. Ну, два, вернее. Бежал в центре. Я тут наблюдаю. Все-таки довольно круто отыгрывает в начальном этапе Сумаил. Сумаил вообще довольно круто отыгрывает этот финал пока что. Вот после паузы он прямо жесткий. Жесткий. Ну да. И в данном этапе у него 20 на 10. То есть 20 крипов чужих. 10 за динайл. При этом как у Мирана в два раза меньше практически. И вынужден Мирана вообще отходить. КП и МВ не так много. Контролить руну пока тоже не получается. Но вот снизу. Снизу хорошая руна. Аркейн руна. Нужно ее забирать. Ани. Снизу. На Юниверсу выход. Здесь помощь от Эрспирита. Но Юниверс. Спит оф Малис на кулдауне. Маны. Нет. Ох. Дотянулся. Сфо. Воткнул свой вот этот вот. Не знаю даже, что это за оружие. Какой-то клинок. Спинок. Такой жесткий. Вообще, конечно, Кентавр денег не потерял. Он закупился на полную. Только вот две ТПшки. Но тем не менее, это фраг для ребят из ОГ. И для них, конечно же, это хороший-хороший. Интересно, почему Анна раз за разом пытается прыгать от этого даггера. То ли он просто пытается как-то сократить, точнее разорвать дистанцию сразу. Так, выход на Чена. Стан. От Кентавра неплохой. Летит стрела. Отличный дабл эдж. Сфо. Еще один удар от Кентавра. И Кентавр забирает фраг. Параллельно с этим. Кентавр погиб тоже. Добивает его Мираном. Неплохо сыграно. Размен один в один. Ну и для, опять-таки, в данной ситуации для Анны довольно неплохой килл. Сверху Луна. Здесь же есть Крип Чена. И забирают... Забирают... Киперов Зелайка, да. Шаду Демон. Здесь Сларк ныряет. Очень похоже на халявный фраг. Крин, конечно, пытается что-то помешать противнику. Но Сларк благополучно добивает цель. Но вот это очень неприятно. Если у вас поставлена цель уничтожать Сларк. Добить его на линии. Вы это делаете до пары давления. Потом отдаете ему фраг. Конечно, Сларк сразу же реабилитируется. И возобновляет те самые упущенные запасы денег. Ну, по-моему, у нас Сумаил в очередной раз. Опять Мирана уходит на липе. Опять пробивает очень сильно ее. Ну, вот как раз пошла у нас такая игра более какая-то раскованная, что ли. Ну, такая уже тяжело держать командам построение. Как знаешь, забирают все-таки Миран у нас Сумаил. Добился на своего. На нижней линии выход на Юниверс. Ему удается сделать стан, но Питов Малис работает. Юниверс уходит. Пытается сделать ТП. Да, конечно, если посмотреть на счет, то немножечко впереди у нас ЕГЭ. Но я бы обратил внимание на центральную линию. Мало того, что Сумаил убил один раз уже Ану, так он еще и ведет 40 на 16 против 17 на 1. Колоссальный разрыв. Двукратное преимущество. Практически двукратное преимущество по Нетфорсу. Это очень много на седьмой минуте, пока Ана чувствует себя не в своей тарелке на центральном коридоре. Ну, Мирана, да, Миране сложно. Тут, конечно, слов нет. А Гангать в начальном этапе тоже сразу не получится. Хорошо, если ты ловишь эффект этого снежного кома. Ты убил одного, второго, там где-то тебе помогли. Ну, а здесь такого не происходит. Здесь у тебя клопак на мид, уходишь с мида, тогда у тебя вышка потеряется. И клопа будет вообще на фрифарме. Так что как будет выкручиваться Ана, конечно, большой вопрос. Но у Сумаила очень шикарный старт. И посмотрим, как он будет его использовать в будущем. Да, там, подкрепился гамбургерами. Теперь раздает. Хотя я до этого тоже раздавал. Ну, у ткани, конечно, много вопросов. Все больше и больше такое ощущение у них. С каждой минутой игры. Но нужно обязательно ему реабилитироваться будет. Его Мирана здесь будет очень нужна, когда начнут давить Evil Genius. Ну, такая стация, конечно, непростая, что Джеракс вынужден, помимо того, что в центр, приходить еще помогать Миране. Он еще и занят тем, что помогает сверху Сларку. У Сларка тоже были небольшие трудности. Вниз приходил, то есть Джеракс не может одновременно разорваться на три линии. Он пытается везде преуспеть, но это не всегда получается. Ну, потому что Квапа стояла Суэлла против Мираны. И должны они стоять более-менее равно. Сларку, да, нужно помочь. Это такой герой. Он слабый в самом начале. И к тому же против него стоят здесь два героя. Вполне понятно. Плюс есть Чет. Цепляют Луно. Закатывает Сверспирит. Луна. Есть Эклипс. Есть Эклипс. Сможно его давать. Сайланс на Луну. И Сларк идет до конца. Ультимейт от Кюнов Пэйн. Сларк выживает. Тут же ультимейт Кентавра. И Сларка также забирают один в один на разминку. Отличное подключение от Evil Geniuses. Юниверс подоспел. Достаточно вовремя того, чтобы забрать Сларка. Но не достаточно вовремя, чтобы, например, спасти свою Луну. Поэтому разминать в один. Но раз уж здесь вместе собрались ЕГЭ, значит, можно попытаться и вышку подпушить. Тем более, что у Зая осталось тут целых три Кентавра. Да, нужно. Но вот Коттл не дает этого сделать. Постоянно продувает линию. Более того, СФО, оставаясь на нижней линии один, спокойно забрал вышку. У СФО все просто замечательно. У него есть Аркан Ботинки. Уже на подходе Мека. У него восьмой с половиной уровень. У него, по-моему, там почти как у Квин оф Пэйн. Да, так и есть. То есть, в принципе, он свою линию тоже у Кентавра выиграл очень-очень мощно. Но, как мне кажется, Андерлорд, он и должен был у Кентавра лиги выигрывать. Андерлорд у нас тоже показывает, собственно, хороший винрейт на этом турнире. Сами ЕГЭ об этом прекрасно знают. Его и Юниверс неоднократно исполнял. Но здесь так получилось, что вот Джи успели его сами забрать. Так что придется ЕГЭ как-то показывать нам путь, по которому они Андерлорда будут обыгрывать. Потому что Андерлорд действительно выйдет сейчас. Быстрый Меканзо будет идти вперед. Купит спигревсы впоследствии. Попробуй этого парня пробить. И его тиммейк. То есть четыре пока девятая минута встречи перемещается на этот раз Артизия все-таки на нижнюю линию. Сверху стоять надоело. Начинают тупивать. Это неприятно. Луна этого не любит. Луна любит комфортно бить крипов. Но тупится Доминатор только сейчас. Можно будет уже какого-то нейтрального крипа присумонить. Ну, скорее всего, так и сделает. Чен, кстати, пока что без Доминатора и не факт, что будет. Но вообще, конечно, за их хорошую компанию себе нашел в виде трех Кентавров. Осталось только все это закомбинить. Очередные попытки Анны как-то подцепить в миде. Смайл Смайл не подставляется. Более того, еще и крипы активно мешают. Но вот начальный закуп у Мирана в целом готов. Сапог, Аквилла, там, Рейндроп, бился Маджек Бон Боттл. Можно уже с этим набором идти и стараться драться. Главное, опять-таки, чтобы стрелами удавалось попадать. Мне кажется, Анна стоит, наоборот, успокоиться. Вместо того, чтобы пытаться раз за разом эту квапу добить, просто фармить свои арты и ничего не придумывать. Потому что у него только проблемы возникают. И вот сейчас смотрим выход от Evil Geniuses. Луна с Эклипсом. Стоял в арке. Героев Злайт знает примерно местоположение его. Он спалился над тем, чтобы выкинул с этой точки Иллюминейт. Отправляется назад. Есть, конечно же, сразу онлайн-шадоу. Адерлорд подтягивается тоже сюда. Неплохой Петов Малис. Героев зажал. Он тут же ответный стампит. И Шадоу Демон в спину залетает. Огромное количество Старштормов. С пользой дисрапси на минимальном запасе своего здоровья. Ныряет дальше. Сларк. И Сларк добивает. И Шадоу Демона. Размен 1-0. Отличный ответ в исполнении ОГ. Себя в обиду не дали. Противника забрали. Неплохо. Повезло. Но с другой стороны отлично отоборонялись. Везет сильнейшим. 6-5. Вот армы сейчас на самом деле не было важную роль. Скралл в этой мини-файте, где успел прокастоваться. Успел самое главное спасти Киперов Злайт от неминуемой смерти. Использовать Монлайн-шадоу. Это тоже очень важно. Ну, там, наверное, больше всего зарешало то, что он вот именно в удачной позиции находился. И спалил этот смоук. И смогли сделать контратаку. Потому что там, конечно, все было неожиданно. Нападение на Андерлорда. Соул Кэтчер не попадает в него. И Андерлорд, скорее всего, отступит. Хотя... Соник Вейв же имеется. Ждет до последнего. Пытается все-таки забрать. Соник Вейв налетает. До последнего. До последнего. Самоил думал, что может быть как-то так заберу. Не буду тратить свою ультимативную способность. Пришлось потратить. Ну да, пришлось потратить. И, в общем-то, тем не менее, забирает Андерлорда. Десятого уровня. Большого уровня. Хотя, в целом, вот пока вышки не падают. У Джинни, смотря на то, что где-то Ана проседает. Где-то у них не очень здорово было на линиях. Они просто фармят. Они выходят в комфортную ситуацию. Если взять какой-то вот просто не пуш, а передвижение по карте. То здесь, скорее, у них даже поприятнее пик. Во-первых, у них есть Сларк, который может обнаруживать Варды. Понимать, где его видно, где его нет. Во-вторых, есть Кипер оф зелайт. Потенциально с Аганимом. Который будет контролировать тоже большую часть карты. Ну и, в принципе, герой по-мобильной. Опять же, Thunderlord с телепортом. А у соперника Чен. Чен, который, да, сильный в лобовой атаке. Но мобильности у него практически никакой. Обратите внимание, что будет приобретать себе Сларк. Сларк не хочет выходить в Shadow Blade. Сразу саблю. Подумал на Тейл. Решил, что, да, лучше саблюсь. Прям приобрести статок себе побольше добавить. Отчасти тоже, конечно же, верное решение. Исходя из того, что очень много прокастов. Плюс ко всему, Вейл покупает Кин оф Пейнт. Хочется все-таки быть поживучей. Купить себе этот самый Огрклаб заветный. Ну, а Shadow Blade, он, как говорится, потом, если что, появится. Я думаю, что здесь такой еще момент, что в Shadow Blade все-таки должен искать какую-то цель. А Evil Genius'ы сыграют вот настолько собрано, постоянно впятером, что практически вот таких вот ниндзя-атак не удается сделать. То есть у Артизи вчера там получилось на Клинксе где-то побегать и неплохо поубивать. Но это вот была какая-то рядовая игра. В основном команды играют так, что герой, который бежит в инвизи, он скорее сам себе вредит. Смог и очень опасный. И дает скан, видит, где соперник. Видит все. Подниматься, подниматься вот на эту возвышенность не очень-то приятно. Поставили вар, теперь информация есть, поэтому можно цеплять сразу же чена. Питов Малец, моментально съели, еще и камнем поцепили. Китавра, но на него продолжения уже не будет, не хватает ресурсов. Он очень далеко, забрали чена двух крипов, это хорошо. И заберут еще вышку, это тоже очень и очень хорошо. Параллельно с этим начинают дефить верхнюю вышку. А мы не забываем про возможности, конечно же, Shadow Demon'а и Луны. Как связки, срапшин, активное использование иллюзий, который будет отправляться сносить строение. Это сейчас, на данном этапе, только первая вышка там еле-еле падает. Впоследствии, конечно, это база, которая будет гореть ярким пламенем, когда Артизий, конечно же, собирает себе свои артефакты. Кстати говоря, Dragonlance уже скоро выйдет. Чуть-чуть осталось совсем до Dragonlance. Ну что, 14-ая минута встречи, можно такой подыток подвести. Увидим, что OG впереди, конечно, но не на большое количество денег. Там порядка тысячи монет преимущества, даже преимущества. Это довольно сложно назвать. Единственное, что радует, то, что после Queen of Pain надворцы практически все принадлежат OG. То есть очень хорошо держатся кор-герои. Underlord, Miranos, Lark. Они все имеют достаточно равное количество зол. Ну да, ну вот, как бы, Сумаил пока хорош, но уже этого не хватает. Или еще этого пока что не хватает. Мне кажется, если сейчас затянут игру, вот главное вынести, опять же, вот эти вот ключевые арты. Слишком мобильный пик. И должны контроль над картой захватывать. Miranos сбивает Observer Ward, дает стрелу, попадает в Чена. Ну, вряд ли его добьет. Один из немногих моментов, где Анне удается дать хороший Arrow. Снизу на Underlord, выход. Underlord, Mega. Underlord погибает, не успевает сделать телепорт. Буквально доли секунды там оставались. Уже и без Эклипса забрали, на самом деле. То есть можно даже и попробовать еще подраться. Потому что подтягиваются сюда OG. На исходной позиции находится уже и Jerrox. Луна. Луна, есть Эклипс. Очень, очень опасно. Старк тоже здесь. Нотейл. Залетают. Паунт. Саленс. Саленс не позволяет Эклипс сделать Луне. Есть Макна Тайс. Дисрапс хороший от крита. Какое-то время, конечно, попробует спасти. Подтягивает все время Сумаил. Будет ли раскастовываться? Ныряет. Просто Сларк. Мажет, мажет Суниклейпс. Сумаил просто не попадает под Шоттудэнс. Сларк и в итоге не убивает его. В итоге Луна одна погибла. Очень много способностей. Ультимативных, в том числе, было потрачено ЕГ. И для OG это очень хорошая была. Два момента. Во-первых, Луна не успела раскастовать Эклипс до Дисрапшина. Так бы могла как-то подраться. Ну и во-вторых, как он не попал Суниквейм. Это, наверное, сам Ноутейл удивился этому. Там, казалось бы, уже прям влетала в модельку Сларка. Он чуть отошел сбоку. Сларк такой, конечно, любит. Вот именно телесную такую атаку. Вот прямую подойти к противнику. И, конечно, где он там будет ходить секретно сбоку или сзади. И в момент активации твоего ультимейта не всегда понятно. Сбиваются варды, которые стояли на миде у Вилл Джинюсос. Не позволяют теперь как-то контратаковать. Хотя вот попытка от Шадоу Демона зацепить хоть кого-то. Хороший пид оф Малес. Тут же залетает туда камень. Не дает не цепить дальше. Сларк подходит. Нету Шадоу Дэнса. Нету Шадоу Блейда. Нужно отступить. Но есть, можно убивать Шадоу. Использовали пока немного. Отошли. Также отходит и ЕГ. Что касается ультимативной способности у Чена подхила нет. У Универсия нет Стампида. У Сумаила нет Соник Вейва. Поэтому, конечно, ранс вообще не рекомендуется. Без таких ключевых ультимейтов. Но OG в свою очередь все-таки хотят взять борьбу. Да, OG просто раскачивают. Раскачивают, раскачивают, раскачивают. У них пик такой, что им выгоднее вот так вот напасть, отступить. Развести на какие-то ультимейты. И потом подраться. Нежели драться лоб в лоб. Ну, лоб в лоб это самоубийство против Queen of Pain. Луны драться. Особенно на ранней стадии игры. Ну, вот еще раз возвращаемся к айтем-билду Нотдейла на Сларке. Это уже купленная сабля. И при этом при всем он хочет купить себе Блинг-такер. Вот я сегодня только думал об этом. Почему мы забыли Блинг-то совершенно. Одни Shadow Blade. Shadow Blade, Shadow Blade, Shadow Blade. Ну, а есть ли игра такая, что тебе нужно сократить дистанцию? Но у соперника постоянно есть контроль этой карты. И он постоянно ставит центры. А мы видим, что вардов огромное количество. Вот просто посмотрите сейчас. У самих OG раз, два, три, три центряка. Четыре центряка на карте стоит. У Evil Genius'а стоит... Ну, вот я вижу два. Но, опять же, они постоянно вардят те места, где они находятся. А сокращать дистанцию надо. В таких ситуациях Блинг, конечно, тебе даст гораздо больше. Ну, в свое время, конечно, очень много КО этот оказывал айтем билдом. Покупал Hand of Midas на Сларке и брал дальше Блинг. И просто ходил, уничтожал всю карту. Говорил о том, что Shadow Blade не особо сильно нужен. Вот. Но посмотрим, насколько здесь качественно зайдет Note'а с таким айтем билдом. Пока у нас идет размен вышками на разных частях карты. Верхнюю линию подпушивали ЕГЭ, нижнюю подпушивали OGin. Тут же ЕГЭ смещаются вниз свою вышку на нижней линии давать не хотят. Но вот скоро ультимативные способности уже откатятся. В частности, у Сумаила Сониквей второго уровня уже готов. Есть Вейл. Можно неплохо будет расхастоваться. Дальше там находится и Сларк. Выходит, баунсом цепляет Шадоу Демона. Деснабсом себя прячет. Китабр зашел, дал подстану Шадоу Дэнс. Находится за тем временем на Тейл. Он уже подхил. Стампит. Шадоу Демона спаси, поэтому Малис был просто замечательный. И в итоге прыжком Ана с Тарфформом забирает противника. Да, Андерлорд. Его сначала призвал сюда Коттл. Но, видимо, там сверху оставалась иллюзия Шадоу Демона. И она сбила этот телепорт. Однако, у него есть возможность еще сделать один телепорт. То есть, мобильность какая-то просто запредельная у пика OG. Именно глобальная вот такая вот. Массовый телепорт. Телепорт точечный с маленьким кулдауном. В общем, классная штука. Удалось изничтожить противника. Хотя по суппорту забрали уже хорошо. Но самое главное, конечно же, это уничтожение вышки. Это был первый Тир-2, который рухнул и остается по центральному поверхнему коридору. В будущем можно тоже за ними зайти. На подходе. На подходе у Аны уже Аганим. Тоже неплохо. Тоже теперь уфармливает Блинк. Блинк также уже готов у Сларка. Ну и вот, наконец-таки, начинают консультировать все свои силы и Вилджиниуса. Собираются по центральному коридору. Попытка их забрать первую вышку. Ну и встречает, конечно, грозный Андерлорд. Ну что ж, будешь делать. Питов Малис плюс Эллюминейт пуша сонога. Питов Малис. Какая-то вообще... Ой-ой, Queen of Pain поймала стрелу. Тут же Блинк от Сларка. Нападение на Queen of Pain. Залетает еще один станчик минус моментальный. Вот он и Блинк на Сларке. Дальше следует атака. Без Queen of Pain драться уже нельзя. Shadow Demon бежит в обратную сторону, чтобы немножко больше времени выиграть. Но Чен. Чен следующий кандидат. Камень. Камень. Добивает Чена. Минус три. Вот. Несмотря на то, что у Аны начало, может быть, получился таким хорошим. Но одна стрела. Это как на паджике. Один хук. В этой ситуации одна стрела. Стоит Квапа, не может ничего сделать. Никак ее не спасти. И тут же Драку выигрывает Олджейн. Минус три. И дальше идут ломать вторую вышку по центральному коридору. Ну, во-первых, Анна. Молодец. Среабилитировался. Отличная стрела. И, во-вторых, No Tail. Вот этот Блинк с Shadow Blade он бы бежал еще лишние полторы секунды. И Квапа могла бы выйти, в принципе, из стана. Но здесь он моментально сокращает дистанцию с помощью Блинка. Выход на нижнюю линию. Ой-ой-ой. Блинк пошел. Находит Луну. Keeper of the Light. Луна будет ли что-либо кастовать? Нужно дать ей Silence. Дают ей Silence. Ну, есть стампид еще у Кентавра, казалось бы. ТП в наглую. Ой-ой. Да. Во-во-во-во. Артизи. Калкулейный в таком случае в пабликах обычно пишется. Но неплохо вышло. Даже удивлен, что Кентавр стампид не использовал. Луна встань спаслась. Все сэкономили. Кстати, о Кентавре. С стампид ему сейчас пригодится. Вот Юниверс. На себя стампид потратил на любимого. Ну, там некуда было бы особо бежать. То есть, он был и так зажат. Может быть, чуть раньше, если бы использовал, то да. Но Сларк не зацепил Паунсом. И это все решило. Сларк. Топовый Нетворс уже у Ноутейла. Собирает башер. Нравится сборка Ноутейла. Такая... Очень приятная в такой ситуации как раз. Хотя есть у Сларка определенные минусы. Но все забыли совершенно про Блинг, которые массу минусов для него решают. Знаешь, кто незаметен в этой игре? Вот от слова совсем. Нет. Чен. Чен. Я вообще не вижу Зая. То есть, вот он сначала побегал вроде. А сейчас, ну вот где этот Чен? Чем он занимается? То есть, он вроде бы есть на карте. У него вроде бы есть Сумоны. Но при этом 3100 Нетворса. Это второй показатель снизу. И не готовый еще Миканзам. И особо вышки вроде тоже не ломаются. Довольно тяжелая игра получается у Зая. Да. Что-то у Зая не пошло. Вот после вот этой вот контратаки. Особенно на миде. Но это Чен. Чен, он ненавидит контратаки. Ему очень тяжело. Если тебя начинают гнать в обратную сторону. Но если тебе не дают пушить. Ты вот так Сларк. Увидел Шадоу Демона. Уходит. Увидит перетяжку. Понимает, что здесь стоит Вард. Что-то говоря, опасно. Там находится на этом месте Нотейл. Отпрыгивает. Использует Арпакт и Паунс. Но все-таки сами решили пойти вперед ЕГЭ. Надоело играть вторым номером. Хотят они снести вышку. Причем, обратите внимание, Тир-1 стоит на центре. На нижнем коридоре они идут вверх вам от Тир-2. Ну, хоть куда-то попытались выйти. И в целом так органично у них получилось перетянуться. Но вот что дальше. Идти крипами вперед нельзя. Пит оф Малис. Все зальет Андерлорд. Моментально Сларк. Сларк готов. Да, ЕГЭ понимает, что возможно встрянутся. Сейчас на пятерку ООГ. И решили все-таки отойти. Знают, что здесь Вард за счет Сларка. И сбили Вард. Все, теперь Сларк понимает, что Варда нет. Ну, ничего не добились в итоге. Вышка не спушена. А, собрались вместе там. Ну, во всяком случае, они стянули ООГ. Правда, не полным составом. Прямо все-таки позволило себе остаться в чужом лесу. Но остальные зато вынуждены были идти на топ. И оказывать какое-то посильное сопротивление. Ну, вот в предыдущих так. Андерлорд делает телепорт на крипа. В предыдущих играх как-то ЕГЭ, если подпушивали, то действительно им это удавалось. Сейчас мы видим только одну вышку, в то время как у самих остается одна тер-два. То есть потеряли пять. Очень интересный момент. Такое было исполнение ООГ. Андерлорд использовал свой Тарк Рифт. При этом при всем еще был использован Мулайт Шадоу. То есть старались совсем внезапно на нижней линии напасть. Но ЕГЭ этот момент прочитали. И отошли. Эр Спирит находит пачку крипов. И нужно ее забирать, конечно. Монолик на Сатира. Гитов Малис. И Фаерштор. Сларк прыгает на шаду демона. И сразу же на развороте бим. Шаду страйк. Все это залетает Сларк. Сларк, конечно же, все это с себя сбросит в ближайшем будущем. Зашел у нас тем временем Ада. Дал Старшторм. Тут же Стампит на развороте. ЕГЭ пытается, может быть, подцепить. Сумаил прыгает в сторону. Китавр разошел по двум станам. Неплохо. Сумаил, вот он, Соник Вейп. Неплохо с Сарфспиритом расправились. Конференцирует ОТ. Зашел драку. И Питов Малис по трем героям. Залетает очень нетурно. Хватит ли сил, чтобы хотя бы кого-то забрать. Хватит ли демеджа. Вот оставляется Крит. Крит остался последним. Ходящим из этой драки. И вот такие его убивают. Ну и прыгает дальше. Дальше. Но Тейл пытается Паунса подцепить. Зая, пятяшка Зая. Старается отступить как-то по верхнему коридору. Конечно же, в погоне будет до конца. Но Тейл, Юниверс, неплохо, контур инициировал. Заставил Сларка стоять на месте, скажу, что своего стана. Старшторм залетает от Мирана, от Анна. Неплохо догнал противника. Смогли уничтожить второго субпорта. Ну и что? Альлуна стоит. Сларка стараются взять. Но Сларк, конечно же, есть Паунсер. Просто упрыгивает. Драк от этого заканчивается. Один в два. Погрались ребята. Очень качественно развели на все Джи. И немножко им не хватило отступить. Если бы еще чуть отступили. И смогли потом в пятером напасть. Все-таки без Зор Спирита немножко не то. То выиграли бы очень много. И то остались в плюсе. Но Тейл продолжает наказывать на своем Сларке. То есть Ларк охотник-убийца. Есть, кстати, немножко стаков. И есть следующий... Ой, Вард. Не Вард, Курьер. Курьер! Ай-яй-яй, Вард стоял. Видно было прекрасно. Погибает, погибает. Юниверс просто рассердился. Топнул такой ногой. Но вообще, конечно, да. Вот этот Вард нужно уничтожить прямо сейчас. Слишком много информации он дает. И вот же позволяет себе такие вещи исполнять. А Луна остается, так понимаю, без Монта Стал в ближайшее время. Да. И что? Коттл почти дофармил себе Аганим. Это вот тот самый момент, когда днем мап контроля не будет вообще ставиться в Сентре. Да, сбивают Вард. Но за него решили даже не драться. Что еще у нас интересное? Андерлорд. Есть Пайп. Есть Мека. Грейвзы должны быть. Ну, делает Кримсон. И Грейвзы, скорее всего, сделает потом. То есть такая ультимативная защита от всего. От физики. Дэмэдж блок. Магический резист. Магический барьер. Ну, наш аналитик, конечно, выскажет, что после этой карты, по ее окончанию. Но, как по мне, вот взяли Чена ребята из Evil Geniuses и против них стоит Андерлорд. И Чена не видно, а Андерлорда видно. То есть вот любой пуш останавливается одним только Питов Малис и Фарштормом. Да, как-то слишком хорошо Андерлорда заходит против Пуша Чена. Вот этих вот крипов, которых он постоянно ловит. Прямо полная контра. Кстати, вот Зай, где у нас там? Акенбудс и Мека бегает Зай. Ищет возможности что-то себе нафармить. Кстати говоря, вот тоже опять-таки возвращать к нашим аналитикам. Они выдвинули такую интересную мысль о том, что должен был другой какой-то герой появиться в пике УЕГ, чтобы он собирал Меку, а Чен вышел сразу в Аганим и начинал уже собирать Эншентов. Вот возможно такой план принес бы определенные плоды для этого Зая. Потому что пока, конечно, УЧН игра явно не складывается. Сидит плотно на вардах. Старается их постоянно приобретать. А что демон, где выходит какие-то артефакты также. Интересно. Подсел на варды. Почти готов Кримсон. После чего останется закупить только Грейвзы для полного набора суппорта. Такого не суппорта, а вот этой третьей позиции Андерлорд. С огромным количеством хила. Ну, они торопятся никуда, а УЧН в целом и ЕГ стараются тоже что-то себе выформить. Игра немного приостановилась. Связано это с тем, что решают команды добраться необходимые артефакты. Все еще чего-то не хватает для полного счастья. Ну да, вот тот самый Кримсон, который документал только-только Андерлорд фармливает молнии себе на Миране. Естественно, Башер совсем недавно появился у Сларка. Есть к чему стремиться. Ну и, конечно же, потерянный Курьер, который не позволяет принести Артизии Манта Стайл. Столь ему необходим. Так что, в какое время будем ждать? Действительно, мыл Штром на Миране. И в фастбай Этериал Сларк видит Шадоу Демона. Ну, Шадоу Демон такой герой, который очень непросто взять. Ну, по-моему, вот одна из самых приятных целей вообще в пике у ЕГ. Шадоу Демона? Не набрасываться, да, прям за милую душу. Ну, у него Глиммер и у него есть Дисрапшн. Поэтому ты прыгаешь, он прячется в Глиммер, потом в Дисрапшн. В этот момент вся команда уже здесь, то есть не убить. Хотя, если брать по статам, то да. 1000 КП. Ну, Глиммер сейчас реально очень хорошо будет спасать от Сларка. То есть нужно будет постоянно драки ставить какие-то центры. И ЕГ решили прожать дымок в своем. То есть все отправляются вниз. Там стоит Сларк. Вот интересно, получится ли убить Сларк? Ну, он знает, что здесь Вард. И, возможно, он думает, что это какой-то герой может быть в инвизии или что-то подобное. И поэтому отсюда уходит. Так Вард сыграл медвежью слугу. Не получится взять Сларка. Уже совершенно точно. Да, он уходит только Манта Стайл. Используется Монлайт Шадоу. Захочет ли Андерлорд привести всю свою команду куда-то вниз, чтобы навязать там борьбу и не отдать вышку по нижнему коридору. Или на Рошана. Вот на Рошана было бы зайти сейчас очень круто. Даже размен на вышку. Отдать эту вышку черт с ней, но при этом забрать Егис. Нет, все-таки будет Эф. Судя по тому, что делает ТП вниз Кибер Офзлайд. Плюс, конечно же, будет использоваться рекол. Понятные тиммейты. Дарк рифт? Нет. Отдали вышку в размен ни на что, фактически. Но варианты были. У ОГ, конечно, поступить в этой ситуации. То есть забрать вышку, например, сверху Тир-2. Зайти на Рошана. Подраться Тир-1. Они шли просто вышку отверстили. Ну, вот этот вот миллиард иллюзий. Вернее, четыре иллюзий. Но они очень больно бьют, конечно. И с ними нужно справляться обязательно. 29 минут позади у нас. 9-13. Опять Кибер Офзлайд. Вот остыла игра. Команды не стараются идти в лобовую атаку. Но вот преимущественно зафиксировался ОГ на отметке в 7 тысяч. Казалось бы, ситуация довольно комфортная для них. Можно никуда не идти. Но с другой стороны, ЕГЭ тоже ведь начинают хорошо фармить. Проблема, она все еще сохраняется. Тот самый пик Шаду Демона и Луны. Это же все еще актуально. Луна нафармит себе. Там 6 своих слотов. Что-то Демон будет делать иллюзии. Иллюзии будут идти вперед. Не всяк Эрф Спирит, не всяк Экиперов Злайт сможете вынести. Сларк нападение на Чена. Рядышком есть. Есть Крит. Там в передотопе на ИСО нападают. Смотрю из этих моментов. Юнивер залетает, выдает стант. Втроем набросились на ИСО. Питок Малис. Это долго живет этот персонаж. Гринс активирует. Но там с магического рассказа преимущества забрали этого героя. Ну а Чен там выжил, я так понимаю. Да, Чен выжил. И был рядом еще и Шаду Демон. Поэтому должны были засейвить. Но в итоге за счет Ultimate Кентавра убежали. Ну и в минусе остаются OG. Он подставился. Ни с того ни с того. Просто погиб. Да, ну сейчас уже все. Сейчас уже нужно думать о том, как заканчивать игру. Как заканчивать игру Evil Genius? С Луна, Шадоу Демон. Ну и это мы видели миллион раз. Как бить рампу команде OG? Честно говоря, пока не знаю. Нет у них практически ни одного героя. Мирана себе собирает вот сейчас Линкен Сферу. Ну Мирана может как-то пострелять. Но все равно урона не очень мало. Луна. Дает бим. Наступает. Что еще у нас есть? Не, вообще идея сама. То есть вот отформить Луну и идти только потом вперед. Она грамотная от EG. Почему? По той простой причине, что урон от Illuminate Keeper of the Light он фиксированный. То есть он с течением времени не меняется, не увеличивается. Underlord тоже как бы прокачивает свою способность на максимум. И тоже у него эта способность не увеличивается. То есть отформив Луну, ты можешь уже более комфортно впитывать весь тот дэмэдж с Illuminate и противостоять как-то эту Питов Малис. Потому что в начальном этапе, понятное дело, пуш будет остановлен сразу. Позже уже будет сложнее останавливать пуш. Уже одного Illuminate будет не хватать. Так что EG в целом то, что фармят, конечно пойдет только плюс. Рекол Фларка. Находит Чена. Питов Малис. Фларк уже здесь. Пошла стрела, попадает в Урсу. Ну и на паунс сажают и убивают Чена. Такой забавный момент. Она пыталась дать Эру, чтобы 100% забрать Чену. Но Эру пришелся в нейтрального крипа. Ну, по-моему, в Ченовском, неважно в любом случае. Дополнительный фарм, считай, для него. Он еще и расстреливает других Суванов. Да. Пропушили мид. Вот это очень неплохая атака. Потому что сейчас можно подпушить еще дальше. Там крипскипает на Screen of Pain. Здесь разбираются с иллюзиями. Очень быстро забирают вышку. Это последняя Тер-2. Моментально можно идти на святыни. Скоро... Вот как раз сейчас снести две святыни. Наступает день через 18 секунд. Коттл, Аганим. Коттл, есть Гем. Курица покажет, правда. Ну и все. Вроде как, да. За счет того, что Чен подставился, смогли они уничтожить ту самую вышку, к которой они подбирались уже последние несколько минут. Ну, что же в эту вышку, с этого открывается возможность уничтожить святыни. Ну, какое-то количество денег, конечно, сейчас уже заработают. Они выйдут даже, может быть, в еще больший плюс, чем был до этого. То ли это преимущество, которое хватит, чтобы подняться на хайграунд, я не думаю. Потому что ЕГЭ все еще так же сильны. Все еще мы не увидели вот их того самого потенциала для драки. 5 на 5. Потому что драки, каково еще не было. Сларк находит Луну. Манта стайл. Но от Фаунса не спасает. Пошел стемпфит. Сларк бежит. Дальше мана лик. И у Луны не остается маны. Мека станут ультимейт. Луну подсейвливают. Стрела взлетает. Шадоу демона. Взлетает кентавр. Неплохая мека от андерлорда. Следующая, Квин оф Пейн. Квин оф Пейн поднимает Биол. Квин оф Пейн. Квин оф Пейн. Есть Сонник Пей. Может дать блик. Но подставляется под фитом палец. И баш срабатывает. Квин оф Пейн не смогла уйти из этой драки. Луну также погибла. Квапа без байбэка. Это прекраснейшая возможность зайти сейчас на базу противнику. А то Джи надо пользоваться. Конечно же. Очень быстро разбиваются крипы. По всем линиям. Дождутся, когда свои крипы подойдут. И за эту ошибку нужно наказывать коллектив ЕГЭ. Честно говоря, зайдут сейчас или нет. Не думаю, что у ЕГЭ здесь осталось много шансов в этой игре. Слишком крутой мап-контроль. И слишком им тяжело приходится. Сларк нырнул. Дальше. Зачена по тир 4. Блосс на юниверс на развороте. Пытается уничтожить Сларка. И Сларка уничтожают. Отлично приняли. Переоценил свои возможности. Но Тейл тут же дисрапшн. Поцепили Атерлота. Использует Арк Риф. И своих тиммейтеров спасает. Не все так просто. И все так просто. Ну да, Сларка забрали. Замечательно. Но ГЕМ все еще остается. Контроль карты. Если посмотреть на Варды. То у ЕГЭ вообще ничего нет. Сейчас пойдет Крит. Что-то поставит. Но у Keeper of the Light есть ГЕМ и Аганим. Он видит абсолютно все. Если наступает ночь. Сларк все равно дает вижен хороший. Ну, в плане того. Есть там Варды или нет. Может определить. И контроль карты. И мобильность. Сейчас настолько сильные у команды OG. Что ЕГЭ этому ничего не могут противопоставить. Ну и конечно все-таки нужно учитывать то, что Луна совершила байбэк. Это не просто невозможность в ближайшие несколько минут выкупиться в случае чего в опасной ситуации. Конечно же серьезнейший удар по экономике Артизи. Вот он леет мечту о том, чтобы купить себе бабочку. Чтобы вот устать еще сильнее и плотнее. Ну не знаю. Денег еще достаточно много нужно накопить. Да, Артизи так замечательно исполняет на всяких нестандартных кэрре. Там Клинкс, Вивер. Ну можно тоже его сейчас посчитать достаточно нестандартным. Там Лон Друид вот этот вот новый. А на стандартные Лунины, которые все в общем-то играют. Его какие-то неудачи преследуют. Заклятый герой для него. Проклятый. Не просто, не просто, если приходится в этой карте. Заметим, что OG тоже никуда не торопится. У них достаточно большой сейчас временной задел для того, чтобы подумать, что же делать дальше. И вот вот этого большого такого нейтрального крипа мы сейчас видим на экране. И вот к нему возможно стоит наведаться. Вижен пропал. Вот единственный отрицательный момент для OG. То есть он не видит противника. Но тем не менее позволяет себе заход на этого самого Натшана. Будет его стараться уничтожить. Что же, EG и EG стоят на своей базе. И судя по всему, предстоит им игра. Вот зачем? Да, они ничего не видят. Опять же, сказывается то, что все варды разбиты. И в любой момент на них может выйти Котл, который все видит. Выбрать позицию для атаки. Вырезать саппортов быстро. На всякие случаи сканирование области, чтобы никто не подходил. А, даже сканирование области, я так понимаю, со стороны вообще коллектива EG. Да, да. То есть они бы боялись, чтобы никто-то нападает через центр. На самом деле, противник занимался убийством Рошана. Конечно же, Aegis для Нотейла. Как показывает практика, если Нотейл слишком далеко запрыгивает, есть прекраснейшая возможность его уничтожить довольно быстро. Поэтому Aegis ему будет необходим. Да, в принципе, он контактный боец. Мирана более мобильная. Она все-таки рейндж. Дала раскаст, отступила. Ей попроще как-то в этом плане. С Ларку нужно врываться и именно бить. Есть у него Butterfly. Хотя, БКБ, по-моему, ставил себе фастбайп, если я правильно помню Нотейл, но передумал. Это, кстати, интересно. Так, Air Spirit, по-моему, видели сейчас. Ставит вард. Нужно отсюда уходить. Правда, и Курьера, чтобы быть поаккуратнее. Как бы его здесь не сбили. Потому что рядышком находится также Мирана. Осадные варды устанавливают OG. Выход крипов. Краски из базы. В случае чего, какой-нибудь Зинокий Суппорт постарает отпушить линия. Можно будет с рассказом оставаться. Ну вот, Анна на готове. Анна показывает, как это будет происходить. Кстати говоря, вот интересный именно item build со стороны Анны. У него соблюдается баланс героя нанесения физического и магического урона. Да, то есть и демэдж себе повысил, и бездестного аганима у него имеется с магией. И вот на фастбай у него стоит и Эзериал Блейд, как было в прошлой карте, например. А стоит бабочка. Бабочка, да. На Миране. 40 урона как раз, да. Ну все понятно. Действительно. Ну и вот он, Баттерфляй, все-таки смог нафармить себе. Протизим. Так, Сларк. Нападение. Попадает под раздачу у нас... Шадоу Демон отправляется на фонтан, но драка продолжается. Артизия. Дает бим, отступает на Утейл. Вот Юниверс не успел дофармить один из важнейших артефактов на своем персонаже. Ему буквально не хватает полторы тысячи до покупки аганима. Аганим очень многое мог бы перевернуть в ближайшем сражении, но денег пока нет. АУДЖИ уже довольно активно прессингует центральный коридор. Ну надо добить, разводить с этим Аегисом. Нападение на Андерлорда. Андерлорд. Нужно нажимать ему все, но ничего не может нажать и просто погибает. А вот есть брешь в стратегии. ОГ показывает практика, потому что неоднократно мы с вами замечаем, как кто-то из ОГ просто умирает. Казалось бы, вот только они были вместе. Только они заходили на центральный коридор. Отошел Сларк на верхнюю линию и потеряли Андерлорда. Не очень-то и здорово, учитывая то, что у них Аегис есть на керре. Но они как-то неорганизованно отступают. То есть вместо того, чтобы всем сразу уйти, они очень быстро уходят своими мобильными корами. А Андерлорд медленно, неповоротливый, пытается убежать. Его ловит. ПК, следующая возможность в ЕГ отвезти все свои линии подальше от своей базы. Конечно же, приблизить их к базе противника. Для этого, конечно же, есть Луна. Слова и Делюиси, сама уходим с нижней линии. Все теперь в порядке, можно пойти в центр также. Да, время выигрывается. Это время идет в минус с OG в ближайшие 2 минуты. Потому что просто-напросто теряется Аегис. Который не будет использоваться по назначению. Конкретного использования в браке, например, для снисения. Более настроение. Заходит слаг. Натерлорда. Вот Чен так не может. Чен не Кентавр. Зай большие проблемы. Но Нутейл все-таки спорит, что Дэнс пытается уйти. Юниверс неплохо сыграл. Подстанил, потому что Дэнс и противника есть Вэл. Скидывает себя абсолютно все. Нутейл остапит теперь. Пошел, Аеги сняли. Дэркрифт. Прилетают OG. Надо отступать. Орспирит рядом. Форстаф. Зацепить по кого-то. Кто не цепляется. Могает шат. Обера найдет. Эрл подает прямо в тролля. И ничего не получилось. Аегис был потерян. Ну хорошо. Потеря Аегиса в данной ситуации вообще ничего не значит. Ибо Аегис через полторы минуты бы и так пропал. Да. Все равно не могли никак реализовать. Это Аегис. Графики, конечно, в пользу OG. Причем очень мощно они ведут. Да, супер затяжной у нас получается финал. И уже должны где-то вот какие-то моральные выливые качества проявляться. В такой игре Evil Geniuses. Если могут по накату найти и сами уже, то вот Evil Geniuses нет. Им нужно сейчас что-то придумывать. Вообще, вот в играх Best of 5, именно в таких финалах, третья карта, она, ну, зачастую основополагающая. Потому что вот выйти после действительно трудных карт в серии, вывести 2-1 и знать, что ты вот находишься буквально на одном шаге от победы, оно дает определенный мотивационный толчок. И, конечно, каждая команда сейчас будет стараться, но чтобы ты не стала выиграть какая-то третью карту. Потому что потом отыгрывать 2, ну, тяжеловато все-таки. Как ни крути. Вести в счете всегда приятно. Поэтому, может быть, где-то и ребята стараются лишний раз не идти в бомбан, да, лишний раз сыграть в сейвове, нафармить лишние шмотки и так далее, так далее. Все, вот, как раз-таки это приводит к, может быть, неспешным развитием событий в этой игре. Поэтому счет 16-12, то есть суммарно сделали 28 фрагов за 41-ую минуту. Пошли. Активность. И самое, самое хорошее. Пошли в смоках ЕГЭ. Сейчас или никогда, наверное, думают они, потому что так долго они сидели на базе. Такую контроль карту соперника. Ставят вард. Хоть что-то. Универсо появился, агонит. Так, Атлана ходит. Но, истаном ни в кого не попадает. Кипер оф зе лайт успевает использовать планет лайт. Его, конечно, заберут. Могут даже попробовать забрать гем. Да, гем забирают. Но, как же больно Квин оф Пейн. Да, не, стоп. Получилось, что демиджа не слишком много в Самоила прилетело. Хороший выход, несмотря на то, что универс промазал своим влетом, промазал станом. Все равно забрали Кипер оф зе лайт. Правда, вот чем подкрепить, да, вот это убийство. То есть, хочется после ганга снести что-то. Вышку какую-то, Рошан забрать. А тут ничего нет. В принципе, тир-1 на миде нет. Гем забрали, и вроде более-менее Квин оф Пейн не умерла. Там просто Мирану начинал по ней настреливать. Но, в итоге, сам решил отходить. И стал добивать. Тяжело к папу пробить. Там Йолгер на подходе у Анафи. Так, ну что, еще один гем будет покупать в Кипер оф зе лайт. Замечательно. Великолепно. Да, гем приобретен. Ну, как и Night Stalker, так и Кипер оф зе лайт. Герои такие, которые покупают аганимики с тема вообще никак. Да, контроль над картой, конечно, это очень важно. Да, но теперь у Evil Geniuses есть хотя бы какая-то возможность. У них самое главное есть гем. Правда, не сказать, что Support Creed не мог позволить себе этот артефакт. Все-таки у него 3000 золота. Но, тем не менее. Интересно, что вообще купит на эти деньги. Бешеные деньги, так, для Shadow Demo. Возвращается у нас Noutail к БКБ. Опять. Опять хочет. Смотрю, я на Зая прям слеза наворачивается. Такая мужская скупая. Потому что смотришь на Чену 43 минуты. И вот, казалось бы, сколько Ченов мы видели уже и в рамках этого турнира. И, конечно же, патчи, и топ-патчи. Все-таки аганим как-то вот. К этой минуте уже появлялся. И как бы, ancient уже можно было не только сплитывать. Здесь только грифсы. И намеки все-таки у Зая покупка анима имеются. Поставил Fast Buy. Но сидит плотно на вардах. И денег, львиную долю эти варды отнимают. Так, палево в исполнении команды OG. Зависли Moonlight Shadow. Хотя при этом Сларкс находился на линии. Естественно, вся команда Wild Genius реагирует вот так вот. Просто отходит на базу. Да. Ну, интересно. Слушай, вот сделали ставку на Shadow Demo. Вот из позиции support, да? То есть у нас получается Shadow Demo игрок четвертой позиции. Ну, тут такое. Тут скорее нету прям такой ярко выраженный пятый, у которой совсем ничего нет. То есть и Чен фармит и, естественно, собирает. Но все-таки Gravesade это не дешевый артефакт. И Shadow Demo что-то собирает. Четвертая минута. Да, Ирсы, ну, сорок четвертая минута. Шесть тонн отворца. Штэ, конечно, чуть-чуть побольше. Ну, вот Shadow Demo все-таки, ну, в большей степени фармит. Мы видим, да? То есть 4-став, Grimmer Cape, Ghost Cape. То он в большей степени защищен вообще от любого врыва стороны противника. Так, слушай, пытаются ли зацепить? А, ну. Сбили Линко. Здесь же Юниверс. Можно врываться. Подстанивает Мирану. Double X. Ну, что ныряется в Маил. Ну, как-то инициирует Славк. Весьма неплохо. Вкрысается в Луну. Кстати, там брать не плохой питом палец. Есть там пид. Луна активирует свою эглипс. Пытается убежать на стампиде. Да, увозит кидавшу свою команду. Уходит вроде как и сам. Настреливают тем временем Зая. Зая очень больно. Зая погибает. Минус один. Славк ныряет дальше. Поцепили Шото Демоны. Шото Демоны используют дисрапши на последних своих жизнях. И тоже отправляется в таверну. Там драка разделилась на две части. Самаил преследует. Преследует. Шероксайд. Шерокс умудрился прожать свиток. Телепортация. Но погибает все равно. Он не на фонтан прожал ТП. Примахнулся. Примахнулся в панец. Слишком рано открыл парашют и высадился не на фонтане. Но вообще, конечно, несмотря на эту смерть, Джерокс выполнил нереальный объем работы. Он просто увел квапу из драки. Она ничего не могла сделать. Она бегала за этим Роспиритом. Очень крутая драка. Опять-таки нападали Evil Genius. Уже смогли неплохо контр-инициировать. Опять-таки, но Тейл врывается. Показывает, что Сларкс сейчас невероятно силен. Но все еще, конечно, ЕГЭ спасает Стампиль. Вот Сентавр. Ой. Ну, стаки. Стаки побил. Набил. Эбисал откатит, а стаки будут. Стаки стаками. А так вот на баши пропрется, что называется. Но Тейл. И можно кла-пут вообще будет убивать. Да я не думаю, что он прям наделся убить. Все-таки очень тяжело. Но вот именно... Ну, как бы, почему бы и не потыкать. Действительно, вдруг пару башей лишних. Да, тут все верно. И опять мы упираемся в то, что на рампу никто не бьет. На рампу зайти тяжело. И команда ОДЖИ, какое бы преимущество она ни имела, должна вынуждена собирать еще и еще и еще и еще. Вот только сейчас БКБ на сларке. Ну, и обзаводится новыми артефактами Коргероя ЕГЭ. В том числе Артизи приобретает себе Айов Скади. И Клопа, обратите внимание, в Молнии выйдет совсем скоро. Ну, в Молнии Майор Штром, в смысле, уже имеется. Дальше Мил Нерф. Ну, Клопа, конечно, вот набирает себе последний, можно сказать, слот. Так-то все остальное, что есть, оно нужно. Обязательно при такой раскачке. Даже Трэвела имеется. Так, Смок используется. Тут подставляется. Мы видим Типеров Злайт. Старается уничтожить. Контр-инициация с камнем. Иерптичный, иерпспид. Джеракс снова царит. Есть битоп Балис, но и тут же стампит. Старается прожить. Тоник Бейв залетает. Котла. Сустики уничтожил. Но при этом Сларк под БКБ. Он набивает стаки, пробивает Луну. Луна старается тупить. Погнатайз все еще действует. Ну, как же много демеджа от Джеракса. Ну, и что? Погибает два героя. Один в два. И это выигранная драка стороны OG. Музкий проходор в спид. Классика. Просто классика. Заоунил просто Джеракс в очередной раз. У нас получается какая-то невероятная дуэль вот этих вот двух героев. Этих двух игроков. Крита и Джеракса. Ну, и пока что, судя по всему, Джеракс должен сейчас своей команде приносить победу. Луна-то изкупила себя ее в скаде. Она без байбека. Сейчас номера. Он напрыгивает на пиду Пэн. Она, конечно же, отходит на блин. Сваливает. Никитавра атаку. Никитавра нет. С напиду 15-й год нужно ее сжить. Во что бы то ни стало, просто сжить. В это время пас уже центральный коридор. Бараки исчезают. А Сларк атака. Сларк пытается уйти. Паунс. Тут же используется Дарк Рив. Собирает всех кучу ИСКО. И увозит к себе подальше от противника. Да, подальше от противника. Но не слишком далеко. Отличная игра от всей команды OG. Конечно, открыта в частности. Сларк добил еще себе немного стаков. В итоге у него уже 72 ловкости. Если сейчас продолжится драка, Сларк будет в очень большом плюсе. Посмотрите на его скорость атаки. Вот если кто-то может различить, когда Сларк бьет сабли, а когда нет. Он большой молодец. Потому что скорость атаки уже такая, что... Не отличить. Шадоу Демну ловят. И убивают. Снова Джарекс. Убивают. Пойдут Тайс на всякий случай, чтобы уж точно не отпустить Крита. Крит действительно отправляется наверх. Да, Крит в этой игре проигрывает Джарексу довольно серьезно. Ну, это очень хорошая игра. Сларк с лайфстилом. У Сларка много статов, поэтому он спокойно забирает Рошана. Аегис отдают самому ценному игроку, Джарексу. Вот тут вообще не поспоришь. Джарекс, ну, тот самый-самый ценный игрок, переворачивает драки только так. И это на 49-й минуту казалось Бёрд Спирит. Тем не менее, такие хайлайтеры производит Джарекс. Но фирменный герой ничего не по делу, чтобы умеет он на нем испануть. Шадоу Демона нет. Можно подраться. Да, заходят по верхнему коридору. Глиф присутствует. Опять-таки на огромнейшей дистанции держится ЕГЭ. Потому что боятся вот таких врывов со Сларка, которые впитываются. Просто впитывается. Вартий старается его уничтожить. Туда же Фит оф Малис. Старается сейвить демейдом. Чен. Пока жить будет. Да, Чен постепешивает. ПКБ закончилось у Нотейла. Пробивают бараки. Тир-3 Тавора уже нет. Можно не бояться. Аегис ничего присутствует. Атака на Луну уже второй попытки. Ее вот раз должны забирать. Соник Вейв. Расставались мира, но она будет жить. Кримсон Гард активируется. Там стоит СВО просто в центре замеса. Теперь Стамбит. Аегиса лишили. Эрф Спирит. Но не страшно. Эрф Спирит сейчас паяет. Сможет Лун уйти. Да, Роллинг Болдер закатывается весьма неплохо. Зай. Стоит с минимальным запасом здоровья. Вперед идет Свин оф Бейн. Луна без байбека. Чен тоже. Втроем пока сдержит оборону. Ребята из ЕГЭ. Ну и с Ларка. Хотелся Шатудэнс использовать. Бит оф Малис. Форстаф есть. Пытается драться. Сумаил какой-то демэдж нести. Но один против всех. Никто помочь ему не может. Идет дальше. Бой разворачивается. Сумаил. Отхиливается под Блэйд Мэл. Как же сложно его забирать. Это неуязвимая. Лапа. Ман на лик. Без маны. Остался. Теперь убивать можно. Использует Блик. Мана теперь совсем не осталось. Сларк опять с огромным количеством стаков сейчас. Отправляется на нижнюю линию. И ломать будут теперь бараки. Эрф Спирит пошел дальше. Вьюл поднимают. Что Демон. Шаду Демон получает камень. Просто пока привлекает к себе внимание. Эрф Спирит зашел опять Сумаил. Просто в бой на А. Но она старается от него отступить. Универс появляется. Заходит. Но там Сларк просто уничтожает Пин оф Пейн. Огромное количество стаков. Миллион урона. Ну и соглашается с поражением ЕГЭ. В этой карте 2-1 ОГИ выигрывает. Более 180 единиц ловкости в конце.